Сегодня на нашем канале выходит новый выпуск рубрики «Суперспец». На этот раз корреспондент Виктор Вавилкин узнал на себе, каково это управлять спецтехникой. Помогли ему в этом специалисты компании «Луидор». Здравствуйте, меня зовут Виктор Вавилкин. Как каждый мальчишка, с детства я испытываю какое-то непонятное, необъяснимое для меня самого уважение к спецтехнике. Я всегда мечтал попробовать поуправлять ею. Сегодня моей мечте суждено сбыться. В этом мне поможет инженер-испытатель компании «Луидор Тюнинг» Евгений Избитнев. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь представлено несколько автомобилей. С чего начнем? Давайте начнем с портального погрузчика. Чаще всего этот автомобиль используют для перевозки контейнеров с мусором. Впрочем, это не единственная его роль. Он может быть хорошим помощником при перевозке любых грузов. Его можно использовать в порту, на производстве или железнодорожном вокзале. Управляется портальный погрузчик с помощью пяти рычагов. Два рычага. Это управление опорами. То есть мы приехали на место, где нам нужно погрузить контейнер, доставляем опоры. Третий рычаг управляет самим порталом. Если бункер находится, например, далеко от машины, мы можем выдвинуть стрелы. Есть крюковой погрузчик. Тоже предназначен для вывоза бытового мусора или строительного. Система управления этого погрузчика располагается в кабине. Здесь всего три рычага. Первый помогает зафиксировать контейнер. Второй поднять груз. Третий удлиняет стрелу погрузчика. С помощью этого автомобиля можно перевести пять тонн. А это кран-манипулятор. Выглядит не столь внушительно, однако позволяет поднять груз весом около двух тонн. Самое любопытное, что на первом автомобиле у нас было пять рычагов, на втором три. Здесь одна кнопочка пока, что я вижу. Чем дальше, тем проще обучение идет. Я никогда так не ошибался. Что-нибудь подцепить можем попробовать? Ну, оператор за... Вообще здорово, очень интуитивно, понятно все. Познакомил меня Евгений с техникой, которую не любят все нарушители правил парковки. Эвакуатор с ломаной платформой, практически самой простой конструкции. И эвакуируемый автомобиль лебедкой затягивается на платформу, фиксируется и транспортируется. Слишком просто, но немножко трагично. Это автогидроподъемник, предназначенный для подъема людей и необходимый инструмент на высоту до 18 метров. Здесь, знаете, охота не столько поуправлять, сколько подняться на высоту до 18 метров. Я могу это предоставить. Давайте попробуем. А, плавнее. Ой-ой-ой-ой. Пожалуй, хватит. 18 метров мы сегодня не поедем. Чаще всего эту спецтехнику используют электрики. В люльке одновременно могут подниматься три человека. Евгений мне поведал. Всего на предприятиях группы компании «Луидор» производится более 300 модификаций спецтехники на базе автомобилей «ГАЗ». Многие из них в сотрудничестве с ведущими мировыми производителями гидравлических погрузочно-разгрузочных систем. Удобно, что в автоцентре «Луидор» в Чебоксарах можно заказать любую из всех возможных модификаций спецтехники. Спасибо за науку. Было очень интересно. Какой-то внутренний мальчишка во мне проснулся, который любил играть джойстики, что-то. А тут теперь я взрослый, испытал это ощущение интересное. Всегда пожалуйста.